Ищи стены, и же бездетцы, и вся исполняй, О кровище благих, и жизни подателю, Приди все листья вны, и очи стены от всяких яскленных, И спаси блажная душа наша. Так, размещайтесь в них. Давайте, давайте, где мы стоялись, еще сейчас принесем, садитесь, мы туда-то, на полотне. Так, хватит бегать. Так, стены сейчас у нас сходим. Ну, что хозяин скажет, что скупление какое-то, так неудобно. Ну, я хозяин этого дома, брат Андрей, я очень рад, что к нам приехали гости из Барнаула, наши братья во Христе, которые с благой вестью едут по России и доносят благую весть нашему народу, которые, может, еще и не слышали о этом великом Спасителе Иисусе Христе, который умер за нас, который пролил причистую свою кровь, который распялся на кресте и умер за нас, и воскрес в третий день. И мы верим в это, и надеемся, что и у нас по великой своей любви и милости спасется и сохранит. И мы видим эту великую милость, которую он проявляет на наших благовестниках. Дивно Господь ведет их. Мы за все благодарны Господу и рады, что вы к нам приехали. Аминь. Аминь. Коротко сказал Андрей уже, откуда мы. Мысль такая была, расширить сферу благовестия. Мы каждое воскресенье строится новый поселок Потеряевка. Ребята ездили, знают там. Но старались больше 120 километров не выезжать. Пока туда 120, обратно уже 240. Дальше мы доставали Евангелие, покупали Новые Заветы и заходили в селение. Мы заранее договаривались с администрацией, сейчас, и с заведующим клубом, или называем Дом культуры. Заходя в каждый дом, мы говорили, откуда мы, и давали Евангелие, Евангелие от Иоанна. И приглашали на 15.00, где собрание у нас будет на стадионе, или в Доме культуры. И люди приходили, беседовали. Кто приходил, тем дарили Новый Завет. И вот так у нас за три года получилось, мы обошли 56 сел, заходя в каждый дом. Селы разные, но меньше тысячи нет. Большие селы по 20 тысяч, поэтому мы выезжали на шести, на семи машинах, даже на девяти. Ну и, как говорится, в каждый дом зайти, это надо время. Но у нас расчет уже точный был. Две минуты зайти, сказать, пригласить, отвечать на вопросы потом. Просто некогда, нам нужно было зайти в каждый дом. Ну, так Бог благословил. И мы практически выбрали все, что вокруг нас на 120 километров. И там у нас есть Корабельниковская икона Божьей Матери, туда каждый год крестный ход идет. Но это за 250 километров. И мы туда, батюшка наш съездил туда сначала, а потом мы. Вот. А нынче мысль была такая, она у нас воплотилась. Приобрести машину было. Трудно, не знали какую. Все за миллион заваливали денег, вообще нет. Но Господь позволил купить. У нас уже был груз, не меньше тонны, чтобы она могла брать. Это берем с собой книги. В каждом селе, у меня вышло 38 книг из печати, в каждом селе мы дарим книги. В каждом, где вот мы были, 56 комплектов. А до этого по 12 тысяч рублей мы от себя, кажется, от съегивали везде. Ну, это книги не те, которые люди хватают и считают, и в обморок падают. Нет. Эти книги очень серьезные. И поэтому они результативные. Если человек начинает читать, вот попало в зону, человек совершенно другой делается. Вот. Отношения разные. Вот сегодня нам пришлось быть... Покажу я кое-какие справки, проехали где. Это центральные регионы России. Самара, Новосибирск, Кемерово. Сначала мы проехали тем боком до Байкала. Вернулись, загрузили 20 экземпляров, взяли Евангелие. И теперь поехали сюда. А возвращаемся из Москвы верхним путем. Сегодня были в храме Христа на Крове. И вот нам выдали бумагу. Сами они. Можете прочитать. Потом по кругу пустите. Это вот такая у них наклейка. Царь, мученик, канонизированный. И дальше прочитайте слух. Русская православная церковь, Московский патриархат, Екатеринбургская митрополия, храм, памятник на Крови во имя всех святых, земли российской просиявших, духовно-просветительский центр, патриаршие подворья. Вот индекс почтовый. Это адрес их тут вместе. Из интернета и такой. Дальше. Вот это. А, вот дальше вот они написали. Библиотека, державная, духовно-просветительского центра, патриаршие подворья. С благодарностью приняла в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги «Новый завет» с толкованием блаженного феофилакта с комментариями. Лапкина, симфонина, жития святых, симфонина, неканонические книги Библии для слова Божия нет уз. 12.07.2012 год, зав. библиотека, державная, редкошеева. Вот так, чтобы красиво оформлено, это первое, можно сказать. Обычно у нас свои бланки заготовлены. Вот такой мы даем. Вот можете просчитать его. Вот здесь мы дарим книги. Название области, край района, города, села. ГКБУК, Пермская государственная краевая универсальная библиотека имени Горького. Библиотека получила в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича 38 изданных им книг на сумму 12 тысяч рублей. Книги все новые. Новый завет столкования блаженного феофилакта с комментариями Лапкина. Три книги, трехтомник, к истинную православию, симфония на неканонические книги Библии, симфония на жития святых, для слова Божия нет ов. Стихи, церковь, свобода, тюрьма, открытым оком 30 томов. Обещаем захоронить эти книги, чтобы ими могли свободно и всегда пользоваться желающие. Ну и дальше библиотекари. Получили центральную библиотеку в Москве имени Ленина, вторая парламентская библиотека и историческая. Три экземпляра пришлось. А остальное там где-то в храмах на Берсеневке. Это от храма Христа Спасителя метров 200, прямо рядом, только через канал этот перейти. Ну вот целая пакта в бибах этих. И где собирались люди, у нас была возможность еще достать снова Евангелие. Но Евангелие не от Иоанна только, но вместе с посланием к римлянам. Мы на свои там книги выменили. И у батюши, у которой шло благовестие, мы оставляли там по тысяче экземпляров, если есть такая возможность. Ну и народом, батюшки где знакомы, они всегда народ собирали. Комната полная набитая. Сколько отец Василий-то собрал? 27. Да. Ну это в основном батюшки, которых я близко знаю, которые из сектантов пришли в моем доме. Бывшие протестанты из Менонитов, он теперь магистр богословия, отец Геннадий Фарс. Фарс, да. Ну и так вот Господь нас провел. И вот оказались в ваших краях. Хотелось увидеть народ Божий, поинтересоваться, как спасается. Дело в том, что патриарх Кирилл проехал в прошлом году по всему Востоку, там захватил немного, он север путешествовал. И потом во всех газетах печатали его отчет. Значит, его дословно слова говорю. Состояние церкви, тире, духовная развалина. Это страшные слова. Но я добавляю, что патриарху показали то, что лучшее, не худшее. Он не был там, где мы проезжаем. Там нет духовных развалин. Там выжженное пепелище и скотомогибник. Даже кладбища нету. А просто дохлый скот валяется. Там ничего нету совершенно. И патриарх дальше добавляет, нам необходимо переформатировать сознание народа. Ну это электронное уже выражение такое, чтобы люди начали мыслить по-другому. Мы понимаем, что начинать надо не просто с разговоров, а глубоко пускать корни. Давать священное писание. Людей призывать в храмы. Где мы бываем, мы выступаем перед людьми. Если храма нет, собеседуем и направляем всех к местному епископу Московской патриархии. Или в ближайшие храмы. Ну везде одинаково ведем себя. А если там есть священник, значит, ну тогда вопрос там по-другому уже решается. У нас перед этим были совещания, там местный епископ Максим Дмитриев и наш епископ. От русской православной зарубежной церкви. Ну он был домодедовский. А он сейчас вроде не домодедовский? Пять лет. Так что ты скажешь? Он сейчас домодедовский? Он сейчас на покой пошел. Он как бы настоятель. Мы от него едем из Шимского богатерского храма. Он пять лет ровно, пять лет пробыл. У него со здоровьем вообще большие такие нелады. Ну он епископ остался. Он так и говорит, я епископ. Но только остались всего два прихода. Кто-то вернулся, которые уходили. Кто-то к Агафангелу шел, кто-то к Тихону Омскому. Которые остались в таком положении, как мы, только двое. Которые не отрицают благодатности Московской Патриархии. И батюшка наш служит у них. Они приезжают к нам, батюшки служат. Вот епископы вместе. Но мы на прямое соединение не идем по сегодняшний день. До этого, когда собрались, они, давай, создадим рабочую группу. Это предложение было местного епископа Максима Дмитриева. Но собрались один раз у нас. Это все в интернете выставлено. Другой раз собрались, тут я ни слова не произнес, второй раз собрались в епархии. С их стороны четыре священника. С нашей стороны один священник. У нас больше и нет священников. Хотя сегодня Аким один. И по двенадцать человек. Но они больше никого не оба. Наши сидели там в северах, записывали. Первый раз не совсем ладно было, когда епископу были. Приезжал секретарь Беляев, договорились. Съемки ведем, записи, видео совершенно свободно. И накануне встречи, как наш епископ приехал в Ефиге, опять подтверждение. Нет, нет, мы сами будем снимать тоже. Ну, там семинаристы. Но когда мы там прибыли, внизу снимали, когда сели епископы вместе, они отказались. А зачем? А как? Да как? Зачем? В первом счете, зачем уже стоять не надо? Мы договорились. Вот этого больше всего мы боялись. А мы предложили беседовать на тему «Жить не по лжи», по солженицу. И второе – о благовестии. И я дальше дал развернутую программу «Как это благовестие». Вот как я сказал, мы едем. Выдают. Нас четыре человека и шофер. Вы тоже с нами в своей машине. Делим всего пополам. Вы одной половине, другой. Мы вам говорим, как мы делаем. Ночуем мы, как правило, в степи, лесополосу находим, машину прячем, там у нас с собой готовят, все, что есть. И вы. А теперь выступаем мы 15 минут, которые Московская патриархия. И всех зовем храму Московской патриархии. Тут мы одинаково опять. Мы никуда не зовем, никогда. Мы дали программу «Жить не по лжи». Жить не по лжи, то есть слово надо перед Богом держать. Да-да, нет-нет, а сверх того, понятно от кого. Там уже не надо. И вот на первой встрече я не произнес, только одно предложение я сказал. Говорю, у кого звонок зазвонит, то можно в коридор выйти, не выключайте, потому что вас ищут, и на ваших прихожанах. То рядышком шагнете через порог и поговорите. Я как хозяин в моем доме, как в втором доме, это храм я у нас был. Остались, все прекрасно. Но когда там были, отец Агим говорит, у меня опыта никакого нет благовестия. А он брат, мой брат, 32 года у него стажа протеориста, он говорит, имеет больше опыт. Дадим слово там. Ну, который отец Сергий Табеляев был. А второй это благочинный Барнавульского округа, значит, проректор семинарии там, у которого в Барнавуле семинарии открыты. Ну, все предложения были. Ну, и дали мне слово. Ну, я попросил по времени перетерпеть. Получилось, я говорил, сколько-то час примерно, то ли 5, то ли 20 минут. Полную программу раскрыл действие, как нам это видится. Потому что у нас были большие непорядки, и непорядки были не с нашей стороны. Вот мы приезжаем, допустим, ехать в Павловск. Село большое, допустим, 10-15, до села там большое село. Мы сразу приезжаем к местному батюшке, отец Олег, мы благословились у него. Мы еще на улицу побеседовали и говорим, мы тут в следующее воскресенье, мы приезжаем в ваше село. Хорошо. Значит, мы сейчас с клубом договорились, с администрацией договорились, мы сейчас развешиваем объявление. И с этим уехали. Полторы недели проходят, мы среди недели приезжали. Уже книги, библиотеки, народ уже оповещен. И в каждый дом мы теперь начинаем заходить, нам звонят, не приезжайте. Как-то не приезжайте. Да мы уже договорились, да нам это и не нужно, не приезжайте. Разве мы на плохое дело идем? И я им привожу на память слова, тогда он был не патриарх, а митрополит, смоленский, калининградский. И он говорит, когда началась перестройка, храм открывать, народ хлынул, и думали, всегда так будет. Но нет. Храм мы опустили. Я не... Небольшое значение даю, что он был митрополит. Это значит, то, что он говорит, у нас состояние такое, и надо идти и выходить. У патриарха это не сегодня родилось. Это у него было и раньше. Он видел это бедственнейшее положение. И он говорит, необходимо менять тактику. Выходить, это к священникам упрощается, выходить на распутие дорог. Звать людей. А я привожу слова Андрея Кураева, дьякона. Он проехал по местам бывших Вселенских соборов, они развалили. Я говорю, даже свечку не мог затеплить, везде враждебные взгляды. И если мы не поняли, что нужно идти к молодежи, Андрей Кураев пишет, через 50 лет будет московский халифат, а не московский патриархат. Мусульмане все уже захватили. Мы еще не понимаем, что ли. В Канаде их в 30 раз больше за 10 лет стало. Во Франции их уже 48%. То есть они уже свои праздники задают всему Тону и всем. И мы можем изменить обстановку только призывая людей ко Христу. И при том это посеместно и все. Иначе мы, ну Андрей, Андрей говорит, Дмитрий Смирнов, священник, выступая за круглым столом, к нему обращается. Неужели отец Дмитрий так это безнадежно все? Он говорит, а вы сами посмотрите статистику. И дальше статистика идет. Русская семья, 1,8 ребенка. Ну это в среднем. Не надо думать, что безголовая рождается. Средняя мусульманская семья 8,1. Мы, говорит, могли положение поправить через 3 года, если бы в каждой семье сегодняшнего дня стали рожать 8 детей. Ну понятно, что это нереальная, говорит, картина. У нас сегодня пенсионный возраст буквально все захлястывает. Но дело-то не в многочисленности. Дело в том, что сектантов намного меньше, как пишет Дворкин. Но они от дома к дому идут. Каждая минута рождается несколько новых. Так он один потянет целую деревню. Он упрямо действует. И теперь что получается? Когда мы в Рибрихе в этой стали проповедовать, священник натравил на нас милицию. Вызвал милицию. Это свидетели Юговы. Ну и пошла дальше эта картина. Дальше как свидетели? Милиция поехала, а тут корреспонденты уже вызваны. Они сразу отдел юстиции, а те говорят, это зарубежная православная церковь. Никак, они зарегистрированы. А милиция подъехала. Так это не свидетели Югова? А их начали давить. Они говорят, да нет, это православный корреспондент, уже не мы. А теперь газеты. Кто поставил священникам быть секретарем по идеологии КПСС, чтобы решать, кого в клуб пускать, кого не пускать? То есть он на себя нагреб, а теперь его накрыли. Я тебя не звал, батюшка, выступать секретарем в клуб. Мы сами работаем, и таким образом мы проходили 56 сел. Мы всегда предлагаем сотрудничество. Каким образом? Ну вот я высказал, какая мысль. Мы едем, приезжаем, ночуем мы вместе где-то, село пополам, одинаково. А дальше всех зовем в храмы, где вы служите, которые там есть батюшка. Нам некуда звать. Поэтому нас никто не обвинит, что мы какой-то раскол делаем или что-то. Вот представьте, тысячи населения, а в храм воскресенье в день ходит 6 человек. Ну на тысячу 6 человек, ну понятно, что-то не то. Мы в этом селе забросили в дома бесплатно 450 новых заветов. И только в двух домах нашли, где есть священное писание. Одну бабушку спрашивает, батьбушка, у вас что-то есть? Да, есть такая у меня большая книга. Вызносит сонник. Как разгадывать сны? Это божественно. Одна бабушка правда спросила, а что это за новый завет? Мы говорим, да как Христос умирал, а я думал, это помянник. Нам еще надо, отец Роман скажет. Нам не надо это. А священник вышел перед всем народом и стал тогда, а мы засняли. Это не православное. Православное, не слушайте их. Тут же у него благословляемся. И мы сказали, чтобы беседовать дальше, вызывайте этих священников. Жить не положи. И давайте мы разберемся, когда это прекратится или не прократишься. Я патриарху это все написал. После нас они идут по деревне, Евангелие собирают и сжигают во дворах церковных. Но это ясное дело, что это контихность может делать Евангелие. Притом это задокументировано все. А какой выход? Ну один выход, плакать и стонать перед Богом, простираясь, говорят, в пепле и прахе. Мы пришли к тому, к чему шли. Ничего другого. У тебя вот сегодня, там большая скульптура, царь стоит, или это девицы, княжи большие. А я начитывал о нем, когда меня еще до ареста брали. Начитывал о его жизни, когда он не был канонизирован. О трагедии русской церкви. Для меня это не просто исторический факт, а это жизнь, в которой я живу. Я прислонился к этому памятнику, у меня слезы текут. Что мы сделали с Россией? Мы, почему все должны просить прощения у Бога? Наши отцы, родители, деды, что они сделали? Куда они толкнули эту Россию? А сейчас в Комсомольской правде пишут, если бы большевики не победили в 17-м году, это большой заголовок, нас, россиян, сегодня было бы 600 миллионов, а нас 135. Да из этих 135, выщелкни-ка мусульман, убери-ка там сектантов-то, и что останется? Ну и что делать? Повторяю, учиться плакать. Плакать и молиться. Я вот сейчас был на Берсеневке, там игумен отец Кирилл Сахаров, он был два срока председателем молодежи православных братств патриархии. Я сказал, я уже два года не проповедую, но настоял, я говорю, благоприятная обстановка у вас в храме. Он сразу стихарь надели меня и пришлось проповедовать. Я взял тему 8-9 к римлянам, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть можно ходить, причащаться, быть патриархом, Духа Христова не имеешь, определитель не звания, а жизнь во Христе. Почему я говорю, то, что сказал Серафим, я говорю, мы не можем подтвердить, но опровергнуть не можем, что не Серафим сказал, он говорит, стяжание Духа Святого. В этом весь смысл, чтобы Дух Святой благоволил, мы слышали его голос, и Дух Святой вел нас. Есть такая молитва, Царю Небесный Утешитель, это молитва Духа Святому. Но я вел занятия в университете, и перед каждым занятием у меня вступительное слово 20 минут. И я полтора года разъяснял смысл этой молитвы, насколько она глубока. Царю Небесный Утешитель, Душа Истинной Живездицы. Я немного проповеди, это же сказал. Заезжаем мы вот к вам, мы не знаем, что за народ, кто тут будет. Некоторых мы уже тут, знаю, видели, которые у меня в лагере были. Это наши ребятишки, так сказать. Думаем, у вас побыть вечер. Сегодня брат Владимир обещал нас даже в баньку сводить. У костра до дня ночи едем и едем. У нас получается по 900 километров в день почти. Ну и побыть с народом. Утром рано в 4.30 встаем, помолиться. И на Тюмень, и дальше на Тобольск. Это конечное у нас. В Тобольске мой брат был лет 7 настоятелем. Много друзей. Ну, заехать, увидеть. Отец Аким. В Кремле настоятель? А? Кремле? Да, на самом деле, где монастырь-то у них, там он был. Тогда большие были затруднения. Люди с севера приезжали. И батюшка все, к примеру, ставит две женщины приезжали. Они там, видать, какие-то ненецкие национальности. У мужей надо было отпроситься, коров на кого-то оставить. Дальше они едут на собаках 130 километров. На собаках, потом на оленях, и тогда приезжают сюда. То есть, преград нет, если любовь велика. Вот, а то я далеко от храма. Что значит далеко? Ну, не дальше, чем эти две ненецкие женщины. Вот они оставили нам пример. И батюшка всегда их пример ставит. Ты ищи подражание пример. Как? Игнатий. Игнатий. Нет. Участия. Игнатий Тихий. Сейчас, пожалуйста. У меня вопрос один из. Я вот... У нас есть деревня, Еленинская, да? Я там три года покормляю. А там где вы же ее живете? Нет, я благочинный. Я туда езжу. Вот там есть у них церковь. 430 лет деревня. 430 лет деревня. Там есть церковь, но там ее церковь закрыли. Там клуб до сих пор. А жители не хотят забирать. То есть я говорю, ну пора остановиться. Там пляж и дискотеки проходятся. Вот в воскресенье дискотека. А там фрески. Вот открываются фрески. И иконы ангелов. Вот видно. И часовню один человек, он воевал в Чечне, офицер боевой. На своей земле поставил часовню, с Екатеринбурга приехал. И я там служу. А церковь до сих пор закрыта. Людям не надо. Население сколько там? Больше тысячи. Около двух где-то. Где-то две тысячи. Понимаете? И Евангелие. И ежу никакой мзды никогда ничего не брал. И не желаю. Говорю. Они говорят, покреститься надо. Я говорю, давайте приходите вместе помолимся. Вместе. И узнаем что-нибудь о вере. Потому что крещение не есть спасение. И нету, понимаете, три года никакой отдачи. Вот если Евангелие дать, Евангелие дать, они его так же благополучно, хотя бы я даже Евангелие, газету православную, там тоже выдержка из Евангелия. А они даже вот это усвоить не могут. Понимаете? И вот настолько дико это, что вы проехали, хорошее дело, хорошее дело. Слово Божие это, конечно, ну как, Слово Божие, кто может воспрепятствовать Богу? Но вот вы проехали, вы уехали. Мы остались. Мы остались. А они вот что-то новое. Вот завтра к ним буддисты придут, какой-то песочек из какого-то монастыря принесут, они туда побегут вот с такими глазами. То есть народ надо учить, а вот таких людей мало. Вот вы, вот у себя там, да, хорошо, а вот здесь как? Вот здесь. Я один не могу. Я один не могу. Да, не можете, это понятно. Помощников нету. Вот Володя, вот, слава Богу, так он где живет? Я скажу, как мы действуем. Вот, допустим, мы приехали в одно, в Оребе Селины, образованное в Сапостском Собольске. Ну, я мыслами-то думаю, это старые люди в другом селе, там лучше, а это вся, ну, вновь образованное, комсомольское вообще основание, там ничего не будет. Наоборот. Пришло, кажется, 38 человек. Дальше. Они к нам приезжают по Теряевку, просят проводить у них уроки. Мы собираемся, едем. Совершенно неожиданный результат. Казалось, такие люди, там, ну, комсомольская там гвардия вся собралась, но они уже пожилые, конечно, с 56-го года. Вот, как сказать, вот у меня есть один такой, ну, третий, называется «Открытым оком», ну, нарисован там «Тигриса спасает во время потопа». И там написано «Пособие для изучения Евангелия от Марка». Я всегда начинаю так. Ну, первый раз так, что можно сказать? Ну, примерно так, ну, человека два-то можно найти, кто-то ходит в храм, кто-то ездит на исповедь. Ну, и говорим, вы могли бы к себе на дом-то пригласить людей? Ну, не бойтесь, что истопчут половики-то. Да, могли бы. Давайте собираться. Два человека – это уже хорошо. Если есть где-то в окрестности священник, обязательно его приглашайте. Дальше. Ты могла бы еще одного пригласить? Могла. Через неделю занятия ходят пять человек. Через неделю. А это люди, которые изучают Слово Божие. У них сразу меняется все. Это самый костяк для батюшки будет, на которых он может опереться. Закончили курсы – десять человек. Десять человек – это уже община. Которые все трудятся, идут. Дальше. А там были уже везде сектанты, баптисты, яговисты, баптисты, кого только не было. У нас урок по такой программе идет. А двухчасовые занятия. Два часа в неделю мы проводим по порядку, по блаженному амфеофилакту. Начинаем от первого. Дальше. Двухчасовое ведем противосектантское. Уметь защитить православные святыни. Почему у нас Божья Матерь посчитается? Почему иконы? То есть нам нужно сохранить то, что уже есть. Сектанты атакуют, при том они очень сильно напирают. И третий у нас проходил по апокалипсису. По толкованию святых отцов. То есть как бы начиная начало и конец. То есть люди должны разбираться. Ну и ответ и вопрос. Конечно. Батюшка сказал, должен быть кто-то. Кто? Вот это надо у Бога вымолить. Вы говорите, есть Владимир. Он уже начало положено. Так он не у нас. Вот вымолил, да не своих. Он не срежавит. Он ездит отсюда туда. А там нету. Пустыня, вот пустыня. Так он тоже ведь на расхват тут спросите. Да? Ну вот. Хорошо, когда жены верующие знают петь. Православная сразу этого ухватывает. Представьте с ними. Уже готовы они приходят в храм людей. Но сказать, что везде это так, это далеко не везде. Не везде. Это бачка пустыня. Вообще невозможно. Ну вот мне пишет один диакон Арсений. И откуда не догадаешься. В Португалии. Попали мои книги, они в интернете. А я говорю, что ушел к баптистам. Уже все, я не служу, ничего нет. И попали книги. А второй том это противосектантский. И он мне сообщает. Я его не знал даже. Я сразу, говорит, вернулся в православие. Я понял. Они хорошие сектанты все. Они трудолюбивые. Но они не церковь. У них нет священства. Подлинно. У них нет таинства. И вот это главный вопрос, на который мы всегда бьем. Нет священства и нет церкви. А Христос придет за церковью. Но мы не можем отрицать. Они не пьют. Да не пьют они. Они работают. На работе исчезает. И говорят, куда дай Бог. Семьи. Вот мы когда приехали сейчас на дом. Я попросил достать Евангелие. Не было. И вдруг откликнулся один из сектантов. Мы к нему приезжаем. А он присвитер у них. И какая-то секта еще заковыристая. Это не баптисты. Там дальше идет. Присвитер. У нее девять ребятишек. Жена еще последнего сидит качает. И что Бог сделал? Какое чудо. Он нам обещал дать 4 тысячи экземпляров. Ну я в своей книге взамен. Ну вот мы встретились там, где машину оставили. Дальше поднимаемся там ступени 5 к нему в дом. А идем дорогой разговариваем. Спускаемся к нему в подвал. И когда мы в подвал спустились, а там ступени 15 и 5. 20 ступеней. Он вдруг оборачивается. Это совершенно другой человек. Сколько тут сроку было? Ну самое больше 2,5 минуты. Он вот так вот постоял, посмотрел. Это сколько же я вам обещал? 4 тысячи. А у него там склад. Махнул руку. Забирайте хоть все. И вечером, когда мы беседовали, наши медицинские видели, как он стоял и перекрестился. Я побеседовал. Один вопрос задаю ему. Он ответить не может. Я говорю, самая короткая притча какая? Не знаю. Я говорю, Матфея 13,33. Царство небесное. Подобно женщине, которая взяла закваску, положила в тремеру муки до поля не с кислот. Что значит женщина? Ты же проповедник? Ну да. Что? Не знаешь. Закваска. Слово Божие. Тут ответил он правильно. Даша, а три меры муки? Еще ни один сектант не ответил. А мы знаем. Почему? У нас святые отцы и наследие великое. Златоуст это все истолковал. Истолковал это он показывал в каком томе? В седьмом томе. Я ему одну плечу расторвал, а вторую опустил руки. Так а что же мы тогда учим-то, когда мы ничего не знаем? Я и сам хотел узнать. Как вы можете людям показать, что такое действие дев, когда вы не знаете даже об одной деве ничего? И мы сидели за столом, а он как Авраам прислуживал ангелам. И он забыл, что есть сектант. И когда мы на улице стояли, наши стояли за ним, он стоял и перекрестился. Это одна встреча. Утром-раном мы уехали. Надо поддерживать. Если бы мы там жили, можно было надеяться. У меня была такая одна встреча. Он у них старший пресс-фитер, это как роль епископа выполняет это. Две встречи прошло. Он принял православие, стал православным батюшкой. Это Бог полагает на сердце. Но тут один секрет. А почему я говорил нет? Люди смотрят на жизнь. Понимаете? Это уже лучший критерий. Если Затаус говорит, ты говоришь, не пей вино, у тебя губы красные от вина, тебе никто не поверит. Если ты говоришь, что нужно жить воздержанно, а тебя пьяного ведут домой, то кто же обратит внимание на твои слова, а не на дела? И поэтому, ну вот мы нищие, да, мы бедные, у меня минимальная пенсия, но мы нищие, мы всех обогащаем. Вот если я сейчас покажу здесь, начиная от Байкала, все центральные библиотеки получили это. А сразу заходят в интернет, мы сейчас были здесь, они тоже в интернет зашли, все книги наши, насчитаны на мной полностью Златоуст, насчитаны Жития Святых. Это нигде нет, только на нашем сайте. Это я насчитывал их. Представьте, 12 томов Златоуста. Ты скачал, ты ушел, хозяйка дома включила на среде, она слушает. Или Жития Святых. Я скажу, когда Жития дома звучит, даже батюшки дома нету, климат меняется. Маленькие ребятишки побегали и тоже прислушиваются. Это кажется, что он постреленок ничего не знает, он больше замещает, чем нам кажется. И когда звучит Слово Божие, а там Библия насчитана, то вот атмосфера, температура в комнате другая совсем. И поэтому я могу вам просто советовать, чтобы это было. Вот у меня для Слова Божия не тут второе издание вышло, и новый завет трехтомник. Я послал в подарок это патриарху Кириллу, Путину, Медведеву. И получили батюшки, кто есть. Вот у кого вас нет, и пожелайте. Сегодня я подарил вот этот храм на крови. Вот они благодарственную дали. Батюшка попозже маленько пришел показать бумагу какую. Посмотрите. Если есть желание, значит, я оставил несколько подарочных экземпляров только для священников. Да, слова патриарха Кирилла в полный рост встают перед нами. Менять тактику, выходить на перепутье дорог. И для нас это 22 глава Матфея. Идите, и зовите. Они пошли звать. Они не только не пошли, говорят, одному голову проломили, а кого-то убили. А за что? Ну, везде можно найти какой-то нюанс такой. Ну, потому что здесь ничего нельзя. Звали на брачный пир. Не виноградник работать-то, а на пир. Ну, меня зовут на пир, а я схватил камень, и давай выбить. Настолько нереальная какая-то фосматогорическая обстановка. Но это случилось. И вот мы выполняем эту работу. Мы просто зовем, свидетельствуя о близкой развязке. Не знаю, насколько у вас эта тема муссируется, но Россия практически перестала существовать. Она просто на грани полного развала. Это стоит Хьюстонский проект. Первый, который у них был проект, они его разложили в Советский Союз. Теперь Россия. На картах мира ее изображают уже поделенные. Это Турция отходит, а Московия, выше Москва, только северная. Все остальное отходит другим государством. И сопротивляться абсолютно нечем. Выступает генерал армии Родионов, бывший министр обороны. Ну, не могу я ему сказать, что он не понимает в военном деле. Дальше Ивашов, генерал-полковник, депутаты Государственной Думы. Речь ведут только об одном. Как вести партизанскую войну на оккупированной территории. Вот Нижнем Новорге, там эти базы. Сделают все, что хотят. Ну, ко мне очень много вопросов, даже по этим вопросам. Вот что делать? И как смотреть на этих правителей? Я захожу с обратной стороны. И мы верующие. Идет проекция на землю Божьего плана. Если от Бога это, то как ты воспротивишься человеку? Ты только одно узнай. Выпроси у Бога ответ. Это от Бога. Если это от Бога, то Путин, что разлагает армию, элитные части распускает, в армию не призывает. То есть, чтобы меньше было сопротивления. Милицию скорее в полицию, чтобы незаметно была та полиция, которая придет. Это все целенаправленно. То тогда все правильно идет. В мире не было, чтобы правитель сам зазывал и на какие-то иноземства, чтобы уничтожали его же народ. Это не было в истории мира. Наоборот, нанимали варягов, чтобы защищали страну свою, российскую. Такое было. Но такого в мировой практике не было. Но этому должно быть. Если оно должно, они ставят или в октябре нынче, или от силы два года, которые остаются. Спрашивается, а какие силы? Сил никаких. Напротив, ста развернутой дивизии Китая с самым современным оружием снабженным. А одна разбросанная по Сибири. Ничего нет. Бамбук ему палками задолбит. Я говорю о стране, а на самом-то деле речь идет о душах. Ну хорошо, взяли они. А ты христианин. Что они могут с тобой сделать, если ты от всего отрекся? Отвергнись с себя, возьми крест, следуй за мною. Ты там будешь трудиться. Трудиться. Как Петр Мамонов этот, Анатолий играет в острове. Он говорит, я сыну говорю, учи китайский язык, на китайских вышках будешь работать. У нас вообще ничего, выбора никакого нет. Никакого. Единственное, это Христос. Я призываю людей ко Христу. А мыслить этим глобальными геополитическими мерками нам не дано. Ни один политик не берется говорить, как только о полном крахе и поражении. Зачем я буду язык зря молотить на этом? Я прошу, чтобы Господь вразумил правитель, написано, молитесь за старей, за начальствующих. Господи, чтобы мудрые законы издавали, не уничтожали свой народ, чтобы не притесняли детей Божьих. Больше нет у меня никаких рычагов-то нажать на это. Как? Я вот написал патриарху письмо и пригласил его в гости. Дело в том, что патриарх она знает, и знает не в третьем лице, а в первом. Был патриарх Алексеев II, и наш тогда был Антоний Масеевич, он вернулся, и мы встретились с ним. И он мне говорит, патриарх меня спросил, говорит, какие отношения у вас с Игнатием Владимировым? Я сказал, хорошие, тогда были хорошие. Он мне три храма предлагал, я тебя в руку положу, и ты будешь заниматься. У меня ни одного миссионера нет, Масеевич, он умер, 41 год был ему. А этот, мы единственные остались от зарубежной церкви, которая не входит и признает благодать. Им это не задавали, они не проходили. Они начали, понимаешь, у них очень ограниченный круг мышления. Они говорят, если я батюшка сказал, сейчас я начинаю говорить, батюшка, ну почему ты с народом-то не занимаешься-то, то против меня. Я не конкретно батюшке говорю, а вообще, у батюшки, да, это говорит сектант. А по слову сектант, у него уже программа, сектантов нет икон, Божья Матерь не признает. Он теперь в эту ямочку меня вгоняет. Но тут-то другая ситуация. Я, например, не сектант, я причащаюсь и хожу в скораму Московской Патриархии. То есть он, во-первых, не ошибается, а умышленно злословит. Теперь выход-то какой? Ему надо повернуть назад. А люди оттуда приходят. Приходят и говорят, батюшка, да у них икона Божья Матерь, икона. Да это не ради вас их повесили. Она вот присутствует у нас на службе, епископ. Батюшка, так у них епископ, домодедовский, епископ. Да они его палками за околицу гонят. То есть у него ямки другой нет, как преподавали. А мы приглашаем, приди к нам в гости. Ну, посмотри. Теперь, конечно, сложнее. И Патриарх Кирилл спрашивает нашего Евтихия. А что это такое? Везде все. Туда-сюда ушли. А как эти две общины? Они признают благодатность? Наш Евтихий отвечает, да, признают. Ну, а почему тогда они не вместе? Он говорит, если бы там еще епископ относился по-другому, разговор мог быть по-другому. А он теперь на этого, на Максима. А Максим тогда с нами. Я на вертолете к вам полечу зимой, говорит. Батюшка говорит, на вертолете даже ходу нет. Мы отрезаны от мира. Мне нужно к вам попасть. Мы знаем, почему ему нужно попасть. Патриарх приказал. А? Патриарх приказал. Приказал. О, батюшка. Он не может не повиноваться, потому что Патриарх это непосредственный, его, грубо выражаясь, начальник. Да. Вот. Теперь ему надо ехать. Вот сейчас у нас третья, третья должна была быть. Потеряльки. Он падает в трех местах, и очень неудобных, вплоть до этого места ломает ногу. Теперь ехать надо. У него нога болит. Отложились трещи. Что будет дальше, не знаю. Это кто, епископ? Да, это Максим. И вот когда приезжал наш Евтихий, в Покровском соборе служили вместе, все наши дети там прищищались, и все это засняли. Я хотел спросить, знаете, что, вот вы говорили, что китайцы придут и будут китайцы. Они уже здесь есть. На 25 лет? У нас здесь нет. У нас прям здесь, в нашем районе, в Рижевском. Тотальный росток полностью уже отрезан. У нас здесь есть целая колония китайцев, которые вот здесь они сажают овощи, фрукты. И там живут, и даже в Аятке, там они китайцы. Но знаете, что делать? Их не любит русский народ. Не потому, что они иноверцы, и изуверы, а потому что они работают как проклятые. Днем и ночью. Живут в картонных коробках. И ничего не надо. Не пьют, не курят. А работать не хотят русские люди. И не будут работать. Будут пить. Вот у них родители старые. Они на их пенсии будут жить, будут пить, будут паразитировать. Работать не будут. Мало того, по-моему, на поля китайцев лопатами порубят, что они вырастают. Это уже не один раз, говорят, ночью в бахчах трудились, арбузы рубили, дыни, чтобы никому не досталось. У нас мужика нет. У нас в храме мужика нет. У нас бабьёдну. Потому что в исламских странах у них только мужики. У них мужики. Иудеев мужики. А у нас нет мужиков. У нас где они? Ну где вот? Вот здесь я вижу мужики. А у нас где больше? Батюшка, хорошее выражение, потеряешь, Алексей Второй сказал. Отучили, говорит, молиться. Отучили и трудиться. Я всё время опираюсь на эти слова. Всё с этого начинается. Нет утренней полной молитвы. Нет домашней церкви. Поэтому только разведёшь руками. Теперь 4,5 миллиона гектар полностью уже отданы. И показывают, в каких районах. Сейчас золотая не грызут его. Китайцы, которые на востоке, там уже всё захвачено. Русских выехало около 7 миллионов оттуда. Так это ещё не всё. Выступает Жириновский. Ну, не надо говорить, кто такой Жириновский. Он сегодня вашим... Но он ответил слова правильно. Скажите, вот Япония смывает её. Почему у нас пустующие земли не отдать? Как вот, допустим, в США приезжает там Чиканас. Они принимают гражданство. Ну, как автономная Мордовия. Они подчиняются законам Российской Федерации. Изучают язык. Ну, почему у нас земля пустует, а те народы по образу Божьей сотворённые, и они под волнами скрываются? Ну, оставить там какую-то резервацию людям, показывать, как они жили. Если земля Господня, и что наполняет её, почему мы не можем мыслить по-христиански? Я не говорю даже уже о китайцах, а о тех, которых мы видим, которые погибают. Сунами это смотрели. Там жуткое дело, что делается. И на востоке вот мы сейчас проехали. Ни конца, ни края нет пустующей земли. А они сопки режут вот такими вот террасами, чтобы водой не смывало. На камне буквально мешками землю носят, и у них всё растёт. У нас приехал проректор, и он там преподавал в Китае возле. И он говорит, Китай – это особая страна. А я говорю, Борис Васильевич, о в чём? Нет, потому что я в 7 часов поднимаюсь, а уже везде молотки, всё, стучат, они работают. А они уже, ну, как вот, когда Ербак шёл, Хабаров, они не спали люди, одни мужчины были. И они дали нам заряд на целое столетие. Ну, вот, проиграли, доигрались. И кончился заряд? Заряд кончился? Заряд кончился? Ну, это так, ну, сказать вот я как христианин, что я сдался, это нет. Нет, конечно, нет. Я начальник детского лагеря. Сейчас закончу. Ну, я ссылаюсь на тех, которые у меня были. Вот. Ты сколько раз, наверное, 5 был? Восемь. Восемь. Восемь лет был. Видите как. Сорок лет нынче, как я начальник детского лагеря. Ни копейки мне государство не дало. Но, как же, волка ноги кормят. Я иду, которые люди у меня хорошо знают, прошу не шоколадой муки. У нас свои две, я печник, две русские печи сделал. Там преподавал одно время строителям. Старый тестомец дали, мы отремонтировали его. Ну, и до 100 булок можем выпекать. Крупа у нас всё есть. Так это тысячи детей без рубля от государства подняли. Так наши дети не просто поднимаются. Про нас прослышала директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэна. И прилетела через Останкино, привезли её к нам по деревку, на навозную кучу. И она там ходит, высматривает, спрашивает. А потом написала. Мне, говорит, как Соломона, это, Сариса Сассасовская. Половину не рассказали, что я здесь видел. Большую статью поместила. Почему? День начинается с молитвы. В лагерь открывается, батюшка приезжает с водосвятием, полный молебен. Вечер молитва. За стол и за стола молитва. Три-четыре раза в день колокол бьёт полная разборка. Кто кого обидел или что. Вот у нас во время игры, она знает, мальчик имеет право к девочке пальцем прикоснуться. Но мальчик везде впереди. Хоть за стол, хоть где. Почему? Это будущий священник. Это защитник. Это кормилиц. На чём воспитывались люди-то? Это надо заложить в ребёнке. Вот привозят ребёнка. Ребёнку 12 лет. Он увидел коноплю, он схватил. 12 лет. Мы купили наручники, мать говорит. Мы его приковываем в батарею, чтобы куда-то сходить. Из дома всё тащат. Приезжают через месяц, они его узнать не могут. Ксения Дэннон, профессор психологии ещё приезжает и живут. И ищут причину, как можно за один месяц так переродить себе ребёнку. И наконец находят главный движитель, тире с большой буквой, любовь. А любовь, а у меня крапива. Я их наказываю? Тебе попадало? Нет. А тебе? Это как богато мог. Но ты хуже от этого стал? Нет. И когда родители приезжают, тогда я делаю прокладку между собой и им родители. Теперь не бойся меня. Говори. Зря наказали хоть раз теперь? Нет. Я не мог тебя не наказать, потому что ты матерился. Ну, к примеру сказать. Я положил крапиву. Ну-ка давай ножги. А другой боится он. Панически боится. Ну, боится я. Конечно, я могу скрутить его. Я делаю нет. А в это время лагерь весь молится. Я перед срой его вожу. И вот смотрите. Вот он матерился. Все уже подтвердилось. Второй раз. Теперь я уже не могу прощать. И крапивы боишься. Да какой же ты будешь мужчина-то больше. Теперь смотри. А крапива жгучая. Я пучок беру. Начинаю жевать его. А так себе тру. А он у меня жгет. Невозможно. Я в виду не даю. Фу. Выплю. На пять и жую. Ребятишки со смеху падают. Ну, иди. Теперь второй раз заход. Теперь я уже нахожу. Он не должен бояться. Должен быть мужественным. То есть у меня целая система наказания. Платочка нет. Триста метров бежать. Сорвать. Бегал, может быть. Бегал. Бегал. Взрослый хоть какой. Я тебе память причую в течение одного дня. Это лагерь. Устав определенно написан. Ну, а как по-другому? Так мы можем что показать. Вашей Кристине вовред было? Нет. Никак нет. Один год я Кристине лучшие характеристики повыдал. Ей можно доверить целый лагерь. Это их девочка. Ой. Понятно. И все-таки надо работать. Потому что сеющий, поливающий, говорит, ничто. А все Бог возвращающий. Вот я всем говорю, и для вас тоже, чтобы было. Я рассужил в морфлоте. А сокращенно это МФ. Глухонемые показывают. МФ. Я занимался много, печатал в разных статей, в газетах, в журналах. Везде дальше писал книги. Издавал книги. Писал стихи, 3467 стихов. Так. В церкви говорил каждую неделю 4 проповеди по 20-25 минут. Иногда до 8 проповедей. И показывает, чем я занимался. И вдруг, два года назад я все отрезал. И снова осталось у меня МФ. Это молитва и форум. Что значит молитва? Молитва. Псалом 118, 164 стих. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Златоуст говорит, при множестве государственных занятий царь, пророк, псалмопевец Давид находил время 7 раз становиться на молитву. Ну а что такое разовое? Разовое это Божьей милости, 3 святое и 100 поклонов. 100 поклонов. Это Господу нашему Иисусу Христу и со своими просьбами. При Святой Преснодеве Марии Богородице, Ангелу Хранителю, Иоанну Хрестителю, Иоанну Чудотворию, Святым Пророкам, Небесным Силам, Мученикам, Святителям, Женам и Девам. Это называется один раз. И таких вот, чтобы было не менее 7 раз, не считая утреннюю и вечернюю молитву. Вот испытай хотя бы один раз, и ты увидишь, как все засветится вокруг. Вот МФ у меня была морфлот, теперь молитва форум. Я на форуме работаю, это 3000 человек, я кнопку нажал, 3300 получили, это в Майл.ру. Там стихи, материалы, церкви. Я работу себе нашел. Ты найди. Вот в прошлом году у меня, это Володя, где он? Он вышел? К дяде ушел. Вот, ты работал у Глушкова, помогали ему строиться. Я говорю, одно условие, чтобы 7 раз в день они могли становиться на молитву. А у него коровник, коровник зашел там ставить, помолились. Господь-то всюду есть. Он говорит, так и я с ними буду. А у него дома-то они все в порядке. И он встал на молитву, и дело совсем по-другому выглядит. Нам нужно научиться молиться. Научиться, это означает довериться Богу. Вот меня иногда просят, ну, с разных стран просто, Австралия, там, Испания, Англия, просят помолиться, Германия. Я говорю, вот что, молиться не было? Вот мы слышали молитву вашу Бог. Откуда мне знать? Я прошу, откуда мне-то знать, примет Бог или нет. Нет. У нас ребенка на операции ложат, вот, внук, и там сердечно такая трудная, помолитесь. Я говорю, хорошо, я буду сейчас молиться. И он прямо во время операции умерет на столе. Вы согласны? А почему? Да я не прошу здоровья, это вот в чем дело-то. Я прошу воли Божьей. А Бог знает, как в житии святого Фомы, это за 2 октября, дети у вас будут злые, порочные, и поэтому разойдитесь по разным углам молодым, говорит. Он их развел сразу. В житии святого апостола Фомы. Ребенок неизвестно кем будет. Долго молчит. Я говорю, так молиться или нет? Ей выбор. Вот теперь она впервые делает выбор. Ну, помолитесь. Второе. Когда я остановлюсь на молитве, вы тоже становитесь и вместе с топоклоном будете делать. Готовы? Готовы. Помолились. Часа полтора прошло, операция успешна. Так это от Бога зависит. Но в молитве есть определенные условия. На кого что имеешь, прежде проси. Ну, вы знаете это все. На молитву встал, ты перетряси себя вот так. Все ли ладно? А молитвы нет. Она вообще жизнь. А зачем она такая жизнь-то? Даже весь мир приобретешь, а душеньки повредишь. Сейчас же так девица одета. Сейчас она. Она вышла в другой комнате. В другой. Посмотрите, я скажу вам, что... Я переписываюсь с мусульманкой, с одной, с Амира. А она преподаватель в университете теологического факультета. И у нее обращение иное, как отец Игнатий, учитель нет. И она все... А как написано у вас в Библии... Так, с ребяти, с этими, со своими студентами ходят в женский монастырь. Православный. Молятся, считают псалтырь. Они говорят, меня уже три раза запрещали. Но я, говорит, вас не видел, что меня Валентиной звать. Я говорю, Самира, приедешь к нам... Валентиной легко встать. Она готовая христианка. И вот у них девочка маленькая побежала за водой. Отец ее остановил. И он ей говорит, Тагия, ты щелок поправь. Он у тебя, видишь, нога голая. Она остановилась. Папа, еще неужели так уж маленько нога голая и так много значит? Девочки отца спрашивают. Мусульманина. Он говорит, дочь моя, когда ты будешь гореть в воду, и будет больно только вот это одно место, тебе как, хорошо будет или нет? Она поддернула носок и побежала. Вот чтобы так ребенок был одет, а сейчас в него надо закладывать. Сыдливости, целомудрие. Вот с такого. У нас спрашивают, а когда платочек надевать? Когда грудь сосет? Иначе опоздаешь ровно на один день. Почему? А в постыжение идет, золотого, сгорит до ангелов. Когда ты это поймешь, все вопросы отпадают. Вы не найдете ни одной мусульманки, чтобы оттуда грудь была открыта. Ни одной. Вот мы проезжали, видели мусульманки. У него хиджаб. Выступает шейх. Один за другим. Сестра, надень хиджаб. Другой. Сестра, почему ты с утра не купила хиджаб? Надень. Ты мусульманка. Зачем тебе смотреть на неверных? Зачем ты подражаешь к неверным, которые будут в аду? Это они нас называют так. Хотя мулы жалуются, что молодежь пошла, не слушается. Но это в отзывных экземплярах. Мы вот проехали сколько? Ну, допустим, Казань. Это уже, можно считать, не совсем православный город. В платочке 3-4 человека только увидели. Идут мусульманки. Она одета по полной форме. Ни одной волосинки у нее не видно. По грудь закрыта. Коляска идет рядом он. Немородой. Что с нами сделалось? Я ни одного не мог. Ни в Москве, ни где встретил человека, который шел по русской форме подпаялся. Но он как батюшки. Вот. Олег Толстой стоит, видели на фотографии, где рука у него. Куда пояса делали? Ни одного. В платках встретили. В одном городе двух, в другом трех. А с поясом ни одного. Все высекли. А пояс это символ истины. Припаящий чреста истины. Пояс был на Яне Крестителе. В откровении написано. Видел сына человеческого, припаясанного по перстам, золотым поясом. Ангелы с поясом. Давыд с поясом. Пророки с поясами. Петр с поясом. Когда разбудил ангела, говорит, встань, припаяшься. И вывел его. Павел с поясом. Ага, взял пояс и гречей пояс так. Почему? Без пояса. А на ремне подойдет пояс? Как? Вот такой вот пояс такой. На ремне. Ну, а если он должен... Вот у нас устав в деревне, чтобы сверху у рубашки был пояс, не вес на ремень или что. Ну, вот у нас все стоят они как. Это... Так русский человек одевался. Картины Репина, посмотри Сурикова. Подойдет, но рубашка, чтобы на выпуске была не заправлена. Не заправлена. Это традиция, говорит. Да какие традиции, когда... Вот если бы священники сейчас поставили заправлено, но если ты дома, одевалась в брюки, ходила в мужской одежде, в храм не заходи больше. Можно было поправить. У нас были такие люди, которые, ну, один раз выговорили, больше они никогда. Даже дома, если она надевала, или в саду, она только в притворе будет стоять. Все. Батюшка сказал, понимаете, это... Это премьер-министр так не будет слушать, как сказал батюшка. Поэтому употреби власть данную тебе. Но эту власть, ну, нужно показать на каком-то примере. Ну, покажи картины какие-то, образ Божьей Матери, там, ну, как одеты-то. Ну, не так, что... Сейчас идет, вот она, одни лямочки, а дальше ничего нету. Держится неизвестно на чем. Даже лямочек нет. Вот она, держит чем. Как это? Это мы православные, мы перед этим миром. Я вот женщинам всем вот так вот пальцем провожу. Пришей тряпочкой. У меня с тобой тряпки, если я могу дать. Пришей сегодня же сделать. Всем. Вы понимаете, вот уже начало сделано. Ты уже вышла из этого помещения другой. И почему? Я это делаю, потому что у меня Господь. И все делать, потому что Господь. Вот в Израиле было как? Когда выйдешь застам, возьми с тобой лопатку, чтобы зарыть испражнение. Понятно, о чем речь. Почему? Не потому что это кто-то ногой раздавит. Потому что среди вас ходит Господь. Такой не видим. Тебе не надо рассуждать. Я это делаю ради Господа, чтобы земля не была осквернена. Это очень просто. Представление Господа. Ходите перед лицом Божьим. Писание говорит. Все время в его присутствии надо быть. Серафима Саровского спрашивали, почему ты смог, а мы не можем? Он говорит, решимости не хватает. Мне очень нравится это слово. Решимости, и при том сегодня. Вот стали разговаривать. Ну, даже с этим сектантом.